Несмотря ни на что, участники пикета вышли под здание ФСБ и развернули плакаты в защиту политузников, в том числе и Александра Кольченко. Пикет они пытались провести в рамках Дни международной солидарности с российскими заключенными анархистами и антифашистами. Уведомление об акции анархисты Севастополя подали заранее, еще 27 июня, в так называемый Совмин Крыма. В нем оговаривалось, что пикет они хотели бы провести либо возле здания ФСБ, либо в сквере Тренева. Ответ пришел только о том, что документ передан на рассмотрение в так называемую администрацию Симферополя. Письменного отказа так и не получили, но в итоге 1 июля организатору акции Алексею Шестаковичу позвонили из полиции с требованием, чтобы он расписался под предупреждением об административной ответственности за проведение несанкционированной акции. Во время пикета полицейские доказывали его участникам, что те нарушают закон, но активисты настаивали на своей правоте. Главы примерно 4 месяца. 4 месяца. Проведение там же прощупления, да. Есть у нас парк Гагарина, есть сверх возле Дома профсоюза, культура. Просто вы поймите, по закону пикетирования только возле тех зданий, которые пикетируются. Других не так нельзя. Там только в законе написано, что такое пикетирование. Теперь организатор акции Алексей Шестакович намерен отстаивать свою правоту в суде. Себя нарушившим закон не считает. Административная ответственность должна лежать на сотрудниках органов власти, которые не дали решения о согласовании акции, заявляет он. Шестакович надеется, что суд поможет найти ответственных, не предоставивших решения по согласованию пикета.